Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! И сегодня я хочу сделать очередной обзор моего огорода на балконе и показать, что тут изменилось за неделю, а изменений за неделю тут происходит довольно-таки много. Пойдемте, все покажу. При входе на балкон нас встречает вот такой вот стеллаж, на котором стоят в основном все овощные моря и культуры, а цветочные в основном стоят на подоконниках. Тут наверху у нас томат пиноккио, который отплодоносил нам уже первый урожай. Сейчас он назревает уже следующие помидорки. Мы получили первый урожай в размере 20 помидорок. Тут уже зреют новые помидорки. И думаю, где-то к августу получим уже следующий урожай. Тут у нас горох, который уже массово выпускает бобы. Сколько будем есть свой горох на балконе. Это, кстати, не кустовой горох, а обыкновенный. Тут у нас щавель, который постепенно растет. Там мята какая-то непонятная. Тут вот три капусты у меня растет. Тут уже заросли такие прям. Тут земляника, которая тоже отплодоносила уже в этом году. Вот тут мелиса. Мы ее на чай будем использовать. Тоже хорошая уже довольно-таки выросла. Базилик, который мы отщипали на зелень, засушили, заморозили. И теперь он отрастает заново. А там вот картофель. Надеюсь, вам видно среди этих зарослей. Он уже довольно-таки сильно вытянулся, но еще не цвел. Ему, наверное, света маловато. На следующей полке у нас тут фиалка вот такая вот. Не знаю даже, что за сорт, какой вид мне ее подарили. Тут вот лук растет, сивок. Там вот лирейники. И тут уголеняются черенки гераний. Тут у нас внизу такая подсобочка. Я тут прибрался сегодня чуть-чуть, а то тут был вообще беспорядок. Тут стоят всякие стаканчики, вермикулит. В общем-то, все такое нужно. Тут у нас вот холлиусы, петуния. А вот тут у меня плодоносит томат на гидропонике. Там уже есть маленькие помидорки. Вот тут вот где-то там есть помидорки. И, кстати, давайте покажу, сколько там корней. Вот столько много там корней. Я обещала показать вам корни. Вот они такие корни, много там корней. Тут у меня петуния, которая собралась цвести. По уму ее надо вот сейчас прищепнуть. Вот так. Но я уже хочу, чтобы они быстрее зацвели, поэтому делать не буду. Этого прищипывать не буду. Но вам советую всегда прищипывать петунии, чтобы было более пышное цвестие. Я уже хочу побыстрее, чтобы они зацвели, поэтому не буду. Тут вот у нас астроабрикосовое дерево от дачи 96. Тут у нас она тоже скоро уже цвести собирается. Она цветет красивыми абрикосовыми соцветиями. Тут у нас гладиолус. Кто помнит, тут было два гладиолуса. Один был вот там, но один сломался. Этот почему-то тоже жутеет. Пора уже подкармливать. Тут у нас вот такая гортензия. Уже большой куст. В том году была только одна палочка. Я думаю, скоро она будет уже цвести. Вот такой пышный куст. Тут у нас тоже петуния. Вот этот кустик пышнее довольно-таки. Тут тоже скоро будет уже цвести. Тут вот горох. Мы уже съели отсюда одну, один боб. Тут вот тоже уже зреет массово горох. Он почему-то у нас пропадает. Но тут просто земля не очень хорошая. Там вот перцы, которые тоже дают нам уже второе урожай. Мы уже съели четыре перца своих. Это уже новые перцы на росли. И тоже скоро будет желтеть. Это сорт ясичка. Тут у нас кабачок грибовский 37, который еще не плодоносит. Тут у нас томат пиноккио. Вот тут такой обычный вообще грунт. Нелегкий, не разбавленный ни вермикулитом, ни перлитом. И он даже еще не цвел. Хотя вот эти помидоры уже плодоносили. Тут грунт очень рыхлый. Тут разбавлен нагрой перлитом. И там всякие палочки. Ну, в общем, рыхлый грунт. Томаты в нем растут отлично. Тут у нас дыни, которые еще даже почему-то не цвели. Тут у нас вот зелень. Это салат лугоса. Укроп тут немного остался. Мы уже пощипали. И петрушка обыкновенная листовая. Тут у нас цветут бархатцы. Надо цветки сухие удалять, чтобы они пышнее цвели. Кстати, это бархатцы петит гармония, которые есть у нас в ассортименте. Но хочу рассказать не это. Смотрите, когда бархатцы только расцветают, они вот такие вот желтенькие, оранжевые. А когда бархатцы уже почти что отцветают, они становятся вот такими бордовыми. А когда уже прям почти что отцвели, вот такими красными. А когда только расцветают, вот такие желтенькие. Такая необычная особенность. Тут тоже бархатцы Тут вот Тут летают бабочки у нас Тут вот алисум, который мне напоминает Дихондру, потому что он так же свисает И тут тоже бархатец такой Вот тут ему побольше объема грунта Он цветет намного лучше, чем тот Ну и в общем-то я сделал вам полный обзор Показал, что изменилось за неделю Подписывайтесь на мой канал Ставьте лайки Скоро будут выходить новые полезные ролики Ну а пока что всем до свидания